привет друзья вот сегодня хочу вам показать вот нашу вот это вот очень узкую дорогу на острове айлобайт которой славится наш остров знаете очень узкая разъехаться просто невозможно это вот как раз то о чем говорят все что поцарапаны все боковушки машин об эти кусты и потому что на самом деле разъезжаться сложно где то есть кармашки конечно вот но в основном вот преобладают на острове вот такие вот узкие дороги но я говорю что здесь конечно еще более менее а вообще дороги очень узкие преобладают я вот хочу съездить знаете хочу съездить в лес посмотреть что там у нас в лесу я вспомнила что все вы знаете весь мой канал и все мои видео они начались именно 17 августа прошлого года вот когда я поехала в лес и увидела там массу белых грибов и вот я настолько хотела поделиться тем что я увидела какие белые грибы огромные сколько их было много как у нас говорят хоть косой коси вот и я была настолько впечатлена этим и подумала почему бы не снять мне это на видео и показать моим друзьям и вот так друзья вы не поверите начался мой канал дальше больше я стала снимать стала показывать больше за больше и больше и в конце концов вот дело дошло до того что у меня теперь уже больше двух тысяч человек подписчиков за год и я в общем тоже очень как говорят подсела на этот свой канал на свой это видео блог вот очень интересно все это показывать вам снимать рассказывать вот поэтому друзья вот я вам стараюсь показать все что все что у меня получается вот сейчас данный момент вы не поверите но я эту дорогу вообще не знаю я не знаю куда я езжу но она вот видите такая какая-то как сказать про селочная да я хотела в лес попасть но я так понимаю что я поехала не туда однако же это наверное похоже на то что я еду а вообще сегодня у нас 31 июля сегодня у нас хороший день хотя конечно жара у нас спала ужасная была жара на острове 35 градусов били все рекорды а сейчас жара спала вот посмотрите какие шикарные виды если видно вам вы только полюбуйтесь вот с правой стороны вот этот вот видно на этот прекрасный ландшафт в далеке наш остров да сэндам ньюпорт ну вот наверное как то мне надо ехать не в ньюпорт а может и туда на самом деле так но я знаю эту дорогу вы посмотрите какая красота друзья вы посмотрите какой вид но это уже такая в общем то трасса она так сказать такая скоростная я на ней разгоняться не люблю потому что она всегда очень очень занята очень много машин и она довольно узкая на мой взгляд вот здесь я разгоняться не люблю ну вот я сейчас попробую вы знаете сейчас попробую доехать сверху на ту дорогу которую я знаю а пока мы с вами едем вот посмотрите на прекрасный вокруг ландшафт да вот сюда мы сейчас свернем с вами мне кажется что я сдаю эту дорогу вот сюда да эта дорога тоже узкая друзья это уже дорога не центральная не мейнроуд тоже узкая вот видите велосипедисты у нас тут сколько хотите все таки я хочу доехать и посмотреть что же в этом году у нас с белыми грибами хотя в прошлом году я как вам сказала это было 17 августа а сейчас у нас ну получается еще полмесяца я знаю что грибы растут очень быстро и когда я приехала в прошлом году кто-то может быть видел мои видео вот посмотрите какая опять узкая дорога то там конечно они были все перестоявшиеся они были все все перезрелые грибы огромные некоторые червивые поэтому я решила может быть надо пораньше посмотреть ой такой плохой здесь обзор друзья посмотрите очень неудобно вы видите какая узкая дорога это вот как раз то что я вам и сказала стоит только с мейнроуд свернуть и дороги вот такие вот у нас узухонькие здесь вот остров i love white англичане преобладают только здесь сами и как я уже тоже сказала приезжих очень мало практически нет holiday place называется то есть место для каникул это наподобие как у нас вот в Сочи вот наверное даже как наш полуостров Крым хотя он вроде сейчас тут проблемы с ним но я имею ввиду чтоб вы поняли что вот мы ездили в Крым отдыхать вся Россия ездила именно прекрасное место вот точно так же и all of white для англичан великолепное место они предпочитают здесь отдыхать сами никому об этом острове особо не рассказывают вот у нас в отеле например сейчас стали появляться китайцы и это очень странно ну вы знаете китайцы где только не появляются они по-моему сейчас заполонят весь мир потому что их и так очень много было всегда сейчас они еще деньги заимели они путешествуют везде вот но вы знаете вот я вам рассказываю друзья что как говорится что с голову придет а вы уж вот смотрите на эту всю красоту вы только полюбуйтесь это вот такая красота вот справа и слева лес друзья о котором я вам говорила но я то хочу попасть в лес я хочу попасть в лес который я знаю не просто в какой-то лес которого здесь тоже очень много на нашем острове вот вот и этот лес очень старый но я хочу попасть в тот лес который я знаю давно и в котором вы знаете только только в нем вот мы находили грибы как ни странно несмотря на то что очень много лесных здесь каких-то вот таких массивов грибов грибы только в нашем лесу ой какая красота друзья посмотрите нет это не тот лес может быть просто за да нет не хочется мне просто заезжать лишь бы куда просто лишь бы куда не хочется хочется в лес который я знаю ну е-мое я еду по этой дороге я еду домой домой в смысле в наш дом в котором я жила аж пять лет с мужем вот это не тот дом в котором я живу сейчас меня вот видите нет нет да и несут мои ноги по знакомым дорогам в то место которое я знаю вот как вы видите что кусты подстрижены на сей раз видите аккуратненько их все таки подстригают один или два раза в году опа слышите как я цепляюсь вот потому что очень-очень здесь узко если кусты не подстрижены то проехать практически вообще невозможно чтоб не поцарапаться потому что очень мало здесь кармашков ну как вы видите дорога это не очень чтобы ее тут использовали все подряд но тем не менее вы знаете люди ездят по этой дороге вполне себе вот по моему я поняла куда мне надо ехать только что-то этот велосипедист не знаю как мне его обогнать вот спасибо друзья хочу сказать опять всем моим подписчикам спасибо за ваши комментарии спасибо за то что не забываете мой канал вы знаете я не знаю с чем это связано но вот я вас просила друзья пожалуйста смотрите рекламку не отключайте рекламку если она попадается вам на видео моих не отключайте ее пожалуйста потому что это хоть какая-то капает денежка мне а если вы будете отключать эти видео эти рекламы то конечно там заработать практически невозможно да что ж ты будешь делать не вижу ничего и как я его обгоню я мою хочу обогнать все таки все таки обгоню поэтому пожалуйста друзья смотрите видео потому что у меня монетизация открылась не когда у меня была одна тысяча подписчиков а когда уже две знаете они нарушают права они я имею ввиду youtube никаких как говорится с ними там уже кто будет с ними спорить и как у них даже обратной связи нет поэтому вот спустя 3 месяца после того как должны были открыть открыли только через 3 месяца мне монетизация я говорю об этом но слава богу хоть открыли как говорится а теперь получается вы знаете вот у меня всего месяц эта монетизация я посмотрела сколько же интересно я заработаю и вы знаете я получила за месяц аж 15 долларов ну 15 долларов тоже деньги скажу я вам спасибо большое тем кто смотрит рекламу хотя конечно там как еще пока у вас не будет 60 долларов на счету вы их даже снять не можете и как то использовать вот 15 ну вот эти 15 вот теперь у меня телепатца еще может быть не знаю там за месяц заработаю 10 или сколько когда будет 60 дай бог за год насобирать нам 60 чтоб я могла снять эти деньги ими воспользоваться а пока нет пока ничего так ну я уже поняла где я еду друзья я конечно круг дала большой но тем не менее эта дорога вот в лес который я вас везу и я хочу вот вот бывают вот такие простые вещи вот встал себе встал себе посреди дороги припарковался и вот хоть бы что объезжай его это хорошо если видимость неплохая здесь видите сколько припаркованных машин а бывает отвратительная видимость и даже не знаешь как его объехать потому что ты не видишь навстречку надо выезжать а ты не видишь кто там едет или не едет хотя конечно люди здесь ездят потихонечку но все равно вот знаете вот не хочется иметь проблемы упс упс ой капуста боже так я сейчас приостанавливаю видео наше и включу когда приеду в лес думаю так будет секундочку друзья ну вот друзья я приехала нашла я этот лес замечательный сейчас пойдем посмотрим что там а знаете почему я пошла у нас конечно сухость была ужасная такая два месяца вообще никаких дождей а вот наверное три дня выходные вселил дождь и немножко так повлажнило скажем я думаю ну ка я поеду может быть что то все таки будет а еще я хочу себя молодец посмотрите что у меня в багажнике творится самое интересное что я вы знаете с собой в багажнике всегда вожу вот такие вот вещи вот видите переодеться в лес и еще вот даже вот я была в таких башмаках а теперь я вот переоделась потому что в лес вы знаете на там грязь и я вот в машине вожу и думаю какая я молодец вот я переодела сейчас пойдем вот видите не одна я хожу с камерой вот человек фотографирует что он тут непонятно вообще-то для меня поляна это чтобы ее фотографировать но кому что нравится ну вот на перепути двух дорог я друзья я всегда ходила по этой дороге а сейчас видите мне мужчина сказал что надо вот сюда наверх идти что там есть грибы что-то я не знаю нет я наверное все таки ой не знаю что делать я наверное все таки пойду и проверю я же вы знаете такая все слушать слушаю советы других а делаю так как сама считаю нужным там мне кажется не только я это все так вот сейчас пройдем посмотрим как бы мне хотелось чтобы тут было что-то хотя конечно ну начало августа считай завтра 1 1 августа может что-то и будет посмотрим вообще вы знаете я иду и вот вижу вот такие трещины в земле видите это наверное от того что сушь такая ну как я что я тут могу найти какие грибы е-мое сушь такая что земля потрескала здесь обычно сырость вы знаете почему я и надела вот эти вот свои башмаки что думала что здесь грязь а здесь вон все потресканное вот какая-то была когда-то грязь видите ой не знаю здесь глинистая почва еще посмотрим ну вот это друзья видите ежевика вот она только-только начинается здесь ее в лесу очень много но я конечно видите вам же не ежевику конечно пришла показывать для ежевики рано еще видите она еще абсолютно не созрела ежевики здесь друзья очень много вот если вам видно вот это все вот она будет зреть видите вот она еще зеленая но ее здесь очень много ну я то вам хотела же не это показать я же вам хотела показать грибы свои и вы знаете думаю ну уже слишком долгое видео до первого гриба и выключу в конце концов не зря я ехала в лес но оказалось что я прошла одну горушку свою на которой росли всегда грибы там пусто я прошла вторую полянку на которой красноголовики росли там тоже пусто и я так поняла что наверное будем мы закругляться наверное все таки недостаточно здесь влажности один сколько тут один день дождя за два месяца недостаточно чтобы пошли грибы жаль 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 хотя вы знаете покупаться загорать тоже хорошо вот что нить одно может быть сейчас август зарядит дождями и мы здесь с вами еще побываем и я вам покажу эти великолепные грибы ну а сейчас друзья уже не буду вас утомлять я сейчас конечно поброжу еще немножко но думаю вряд ли что то я здесь найду уже в лесу я думаю мы с вами встретимся в следующем моем видео через 15 дней а сейчас всем привет всем удачи хорошего дня прекрасного настроения всем пока пока